Наши поля обладают неоднородностью плодородия. И вкладывать ресурсы одинаковой нормой и при этом рассчитывать на одинаковую отдачу с разных зон, наверное, неразумно. Мы несколько лет искали с кем начать работать. Нам было интересно, кто этим занимается. Ездили по стране, по миру. Было много различных предложений. В итоге мы в 2017 году начали пробовать, пытаться внедрять эту технологию. Заложили опытные участки где-то на 300 гектарах. Подход был такой. Значит, разбить поле на элементарном участке, сделать там анализ кочевой. И по результатам этого анализа уже вносить макроэлементы и анализировать, что мы в итоге получим. По итогам года мы поняли, что эта технология не совсем подходит для нашей работы. Потому что нет прямой корреляции между содержанием питательных веществ и урожайностью в отдельно взятом кусочке поля, допустим. Так назовем. Далее у нас произошло знакомство на одном из мероприятий в Зерноградском районе с представителем или руководителем компании «Агроноут» Алексеем Трупниковым. Долго мы с ним обсуждали их технологию, которую они предлагали. В итоге мы попробовали отработать по их технологии в 2017 году на тысячи гектаров. По итогам года мы увидели, что технология работает, она дает эффект, и она на сегодня, на наш взгляд, наиболее подходящая для дифференцированного земледелия. В чем она заключается, я думаю, Алексей рассказывал сам. Вчера было выступление его. Я расскажу, что мы делаем с тех пор, что нами сделано, и, наверное, как мы видим дальнейшее развитие. В первую очередь, наверное, надо начать с того, что надо было обследовать все наши поля по технологии «Агроноута», выделить зоны плодородия, как мы их дальше будем называть, определиться, сколько зон нам нужно для того, чтобы было удобнее работать, удобнее или практичнее работать в нашей точке, потому что можно выделить бесконечное количество зон. Вопрос в том, насколько техника способна быстро, точно дифференцировать вносимые ресурсы. В итоге мы пришли, что нам на сегодняшний день наша техника реально может работать на двух-трех зонах, своевременно переключаться и вносить точные нормы, которые мы задаем. Начинали с чего? Значит, элементы – это техника, в первую очередь, возможности техники и цифровизация полей. Эта техника должна в пространстве и времени видеть себя на поле, каждую точку, где она находится. Оцифровку полей мы делали и до того, как начали работать по этой технологии, потому что мы уверены, что на сегодняшний день та техника, которая у нас имеется, это продвинутые трактора, комбайны, опрыскиватели, они должны работать, для того, чтобы давать полную отдачу, они должны работать с использованием всего функционала, который в них заложен. Наша компания, мы работаем на платформе Тримбла, Джондира, и оборудование у нас присутствует – Амазон, Кейс, Бурго. То есть те машины, которые на сегодня способны работать в этой технологии. Скажу, что вся эта техника, которая сегодня у нас на полях используется, она недешево, естественно, стоит, и вот эти все дополнительные опции, которые нам нужны для работы, они, конечно, не удешевляют эту технику, и для того, чтобы все эти деньги окупались, конечно, технология должна быть эффективной. Во-первых, она должна купить вложения, которые нужно сделать, чтобы начать переход на нее, и, во-вторых, она должна приносить дальнейшим прибыль. То, что этот путь правильный, нас убедил этот нынешний год. Что произошло? Амазон подорожал вдвое, азотные удобрения почти втрое, и, соответственно, окупаемость вот этой нашей технологии, она резко повысилась. Я думаю, это уже является таким фактором, подстегивающим быстрее переходить не только нам, но и всем, кто заботится о своей рентабельности, думает о своих вложениях, о тех ресурсах, которые приходится вкладывать. Есть, конечно, моменты, которые хотелось бы отметить. Вот вы здесь видите на картинке технику, которую мы используем. Все продавцы, все дилеры, все производители говорят, что у нас эта технология есть, она освоена, она будет работать дифференцированно, вносить все, что вам требуется. Но столкнулись с проблемой, что на самом деле никто этого в России не делал. Не хочу говорить о том, что за границей кто-то этого тоже не сильно продвинулись, но у нас, нам приходилось всего добиваться самим практически. Тут большое спасибо нашему отделу IT, которые, в принципе, наверное, на 60-70% сами добивались, чтобы техника производила работу на том уровне, которое нам необходимо. То есть это был нелегкий путь. Это касалось любой, и опрыскивателей, и пассивных комплексов, и разбрасывателей. Все они должны работать так, как нам требуется. То есть здесь, конечно, проблемы есть. О том, как производилось зонирование и так далее, это вопросы к агрономату. Но почему мы считаем, что эта технология правильная? В первую очередь, потому что там выходцы из кафедры почвоведения, темирязевки и люди близкие к нам, к агрономам. Они понимают наши проблемы, мы одинаково видим то, что происходит в поле. И их подход, на мой взгляд, сегодня единственно верный. Хотя, конечно, чем дальше мы углубляемся в эту тему, тем больше видим проблем. Тема очень такая неразработанная. Как говорят, чем дальше влезть, тем больше дров. Это именно так. Но, тем не менее, мы все больше и больше убеждаемся, что выбранный путь нам оказался правильным, и будем в этом направлении двигаться дальше. Ну вот, составляющие работы по зонам, это в результате зонированного мы определяем лимитирующие факторы. Общий потенциал поля, это рейтинг полей, потому что, допустим, красная зона на том или ином поле, это не означает, что они одинаковы с соседними полями. Для понимания, на каком уровне красная зона на одном поле и на другом, нам необходимо делать детальный анализ и урожайности, и содержание питательных веществ, элементов плодородия в почве. И зоны управления для техники уже, потом мы задаем нормы, и эти задачи уже выполняет наша техника. Тут для того, чтобы определить вот эти уровни все-таки плодородия в разных зонах, надо сказать, что мы постоянно каждый год, вот уже в течение четырех лет, мы проводим агрохимический анализ почвы, определяем содержание питательных веществ, и именно на основании вот этих вот анализов задаем нормы на каждом поле, в каждой определенной зоне. Очень интересно видеть результаты того, что мы делаем. Для того, чтобы увидеть результаты, мы оснастили оборудованием для кортирования урожайности 31 комбайн. Это позволяет нам идти дальше, позволяет нам точно оценивать результаты нашей деятельности, возможно вносить поправки вот в определенные уже зоны, уточнять их, потому что факторов, влияющих на эти зоны, очень много. И эти зоны, конечно же, они обладают подвижностью. В зависимости от нашей зоны, в Ростовской области, лимитирующим фактором является естественная влага. И в зависимости от того, насколько, какое количество осадков выпадает в каждом году, конечно же, зоны плодородия тоже сдвигаются по чуть-чуть. Но они, в целом, они, конечно, постоянны. Я, наверное, немножко забежал вперед. Давайте мы покажем. Вот зона управления, которая нам предоставила компания «Агроноут» в результате анализа нашей башни. Здесь они, что они делают, вкратце скажу. Значит, применяется и анализ почвы. Если применяется анализ почвы, многолетние спутниковые снимки разных индексов, в итоге для уточнения ситуации в поле производится почвенный анализ и разрежу почвы. Наиболее таких ярких зонах анализ почвы, чтобы определить, в чем причины той или иной ситуации. Далее составляются зоны управления, на основании которого наш отдел ДОЖД составляет карты работы нашей техники. В основном это внесение удобрений фосфорных и азотных. Это то, что мы можем очень быстро и эффективно повлиять. Далее мы получаем с техники карту фактического внесения. И дальше, по итогам года, наши компании нам составляют карту урожайности. Далее мы производим анализ того, что мы видим на карте урожайности, и выделенных зон подородия. На основании этого мы дальше развиваем технологию. Что мы увидели по истечении трех сезонов? Мы провели анализ, как изменилась ситуация в разных зонах при применении этой технологии. Допустим, мы в красной зоне, это зона низкого плодородия, мы снижаем норму внесения питательных веществ, фосфорных удобрений и азотных. При этом контролируем, что происходит с урожайностью. Мы увидели, что нет снижения в красной зоне, а от снижения нормы внесения удобрений нет снижения урожайности. Это четко выявилось. И при этом анализы почвы нам показывают, что в этой зоне попутно нет снижения содержания фосфора. Что же происходит в зеленой зоне? Помимо того, что мы увидим резкий всплеск урожайности в зеленой зоне от увеличения норм удобрений, что логично, мы видим, что при этом там не происходит накопления фосфора в этой зоне. Что подтверждает наш подход. При этом вот эти вот результаты нам дают основания задуматься. У нас есть еще желтая зона. Это так называемая зона среднего плодородия. Здесь мы вносим удобрения общепринятой нормой в хозяйстве. Допустим, 100 килограмм аммофоса и 200-300, в зависимости от года, 200-300 килограмм азотных удобрений. Там мы видим... Там мы видим небольшое снижение содержания фосфора. То есть это заставляет задуматься нам над тем, чтобы, наверное, в этой зоне мы не додаем немножко удобрений и, соответственно, теряем и урожайности, и дальше происходит снижение плодородия. Разница урожайности по зонам, вот вы видите, здесь достигает... Ну, в среднем она тоже зависит от года. Чем выше урожайность в текущем, допустим, или в прошлом году, тем выше разница между зонами плодородия. Если средняя урожайность ниже, то немножко разница схлопывается. Но она все равно есть, и мы... Наши расчеты показывают, что мы получаем дополнительную прибыль. То есть средняя урожайность по полю от такого подхода в любом случае растет. Ну, здесь мы приводим, какой анализ мы проводим с нашими результатами, что мы выясняем и что мы уточняем. Еще один момент, который выделился. Мы прекрасно теперь понимаем, что все вот эти вот демонстрационные опыты, которые мы в очень большом количестве делаем в наших хозяйствах, вообще их очень много проводится в области. Доверие к этим результатам у нас стало гораздо меньше после того, как мы поняли, что вот зонированные зоны плодородия очень сильно влияют на урожайность. Соответственно, если мы закладываем эти демонстрационные или мелкоделяночные участки на каких-то полях, мы четко должны понимать, что если мы не делаем это, понимая вот существование вот этих зон, то мы получаем некорректные данные. Мы у нас в хозяйстве, в хозяйстве в одном есть лаборатория, опытно-производственная лаборатория, для которой мы купили мелкоделяночную селку, опрыскиватель, комбайн мелкоделяночный. То есть мы закладываем, в этом году у нас больше 6000 мелких делянок заложено. Там опыты и по сортам, и по удобрениям, и по средствам защиты. Но в достоверности мы должны, в достоверности вот этих вот опытов, вот пример наших мелкоделяночных опытов, мы должны быть уверены, для этого мы выбираем расположение этих опытов в какой-то отдельной зоне, в которой мы уверены, что здесь плодородие на всем выделенном участке одного уровня. Вот, допустим, в институтах делают уравнительные посевы много лет, там выделены блоки в том же Книиске, допустим, многие из вас, мы там были, смотрели, и там делают уравнительные посевы в предыдущий год, а на следующий год закладывают опыты. Для нас, у нас, в принципе, все посевы уравнительные, потому что подход одинаковый, а вот эти моменты мы упускаем. Теперь мы работаем только в выделенных зонах. на наш взгляд это имеет очень большое значение для того, чтобы получать достоверные результаты. Я уже говорил, что мы проводим много опытов для того, чтобы убедиться в том, что мы двигаемся правильно, и недостаток информации, ну, который нормальное явление для технологий, которая только начала развиваться. Поэтому мы очень много разных опытов делаем. И вот один момент, один из опытов, это вот шахматное распределение участков с разными нормами внесения, независимо от расположения зон плодородия в поле. Здесь каждый участок повторяется, и он попадает в разные зоны. Потом мы проводим уборку с картированием, и дальше анализируем, что происходит, в какой норме. Мы также, у нас, когда мы начинали эту технологию, мы также не понимали, до какого предела можно поднять количество норм удобрения в зеленой зоне, и насколько можно снизиться в красной зоне. Ведь эти зоны, они тоже имеют различные причины, почему они возникли. И вот сейчас мы находимся на том уровне, когда приходится выяснять, почему та или иная зона является таковой, и как с ней работать. Мы увидели, что можно даже в некоторых красных зонах вообще оказаться отнесением фосфорных удобрений, при этом пока боимся вообще отменять припосевное внесение, стартовое. Пока боимся, но мы эти опыты тоже проводим. Убедились, что, допустим, 200 килограмм фосфора на зеленой зоне тоже избыточны, потому что свыше 150-180 даже килограмм, 150 нормально работает, а свыше 180 килограмм, это уже находится на уровне окупаемости. То есть мы вносим лишних 30-40 килограмм, и они приносят столько же денег, сколько они сами стоят. Вот эти вещи мы тоже видим, когда проводим такие опыты. Помимо этого, мы начали работать с дифференциацией норм высева семян. Ну, в первую очередь на подсолнечнике. Кукурузы мы почти не сеем, в Ростовской области вообще не сеем, в Ставрополе сеем очень мало, эта культура для нас не так важна, а вот подсолнечник для нас очень важен, и здесь мы начали в прошлом году экспериментировать с нормами высева. На то были тоже причины, потому что увеличение нормы, как показали результаты даже прошлого года, обильного на насадки, нам не дали дополнительной прибыли. И мы увидели, что увеличение нормы свыше 65 тысяч в нашей зоне зерноградской не дает нам дополнительно растений к уборке. То есть те 55 тысяч примерно, плюс-минус растений, которые у нас дают урожай, они остаются, если мы сеем 65 тысяч, 60-65, и если мы сеем там 70-75. Опять же на то свои причины, но это не тема сущего нашего разговора. Ну вот этот вывод я уже вам приводил. о чем еще можно сказать? Да, о финансовых результатах. Значит, если говорить грубо, то в самый худший год мы видим, что применение нашей технологии дает нам прибыль на одном гектаре от 25-30 долларов плюсом. Если год, конечно, более высокой урожай мы получаем, то результат этот растет. и до полутора тонн может достигать на зимой пшенице разница между зонами, как я сказал. Если мы будем более эффективно работать в зеленой зоне и снижать наши затраты в красной зоне, то мы, естественно, получим приличный финансовый результат. Ну, наверное, в целом... В целом все. Теперь я могу ответить на ваши вопросы, если что-то кому-то интересно. Можно вопрос, да? Да. Как над качеством оборудования влияло технология? Понятный вопрос. Я эту сторону не осветил. Значит, помимо оценки урожайности, мы, естественно, контролируем, что происходит с качеством нашей продукции. Должен сказать, что мы в зимую пшеницу нормы высева именно семян не дифференцируем. Почему? Потому что мы работаем с очень низкими нормами, не принятыми в нашей области. Допустим, в Зернограде у нас общепринятая норма в пределах 3-3,5 миллиона. Здесь, я считаю, нет уже возможности дифференцировать. Еще и потому, что пшеница очень пластичная культура и способность упуститься, она вот этот момент полностью, как бы, исключает, на мой взгляд. Что касается качества. Вот результаты, которые мы сегодня имеем, нам логика какая? Вот я говорил, что в зеленой зоне мы повышаем норму удобрения. Это дает нам всплеск урожайности. Но логично же, да, что если урожайность растет, то качество должно снижаться. Для того, чтобы компенсировать этот момент, мы должны обеспечить полностью питание, причем сбалансированное и фосфорной частью, и азотной. Поэтому в данном случае наши результаты нам дают полную уверенность в том, что мы идем правильным путем. Качество нашей пшеницы при этом тоже растет. Почему? В красной зоне избыточное количество того же азота, того же фосфора. Фосфор не меняется. Если мы даем общепринятая норма примерно на пшенице 100 килограмм припосевной аммофоса. Если мы снижаем эту норму до 50 килограмм, мы не увидели снижение урожайности. Есть отдельные опыты, когда ноль азота тоже не дает снижения. И при этом качество остается. Качество тоже остается. У нас даже есть на данный момент в целом качество нашей пшеницы улучшилось. В прошлом году у нас вообще... Ну, в прошлый год такой, что у всех, наверное, похожая картина, почти нету фуражной пшеницы. То есть у нас все там 3-й, 4-й классы. Вот такой результат я ответил на ваш вопрос. С каким оборудованием по картированию урожайности работаете? У нас... Стас, подойдешь? Я сейчас специалиста попрошу ответить на этот вопрос, пока он подходит, я перейду к другому. Какая стоимость перехода сплошного внесения удобрений на дифференцированные? Смотрите, для того, чтобы перейти на эту технологию, я уже говорил, что нужны необходимые машины. Давай, ответь. Каким оборудованием по картированию урожайности мы работаем? Преимущественно это платформа Тримбл. Также мы используем платформу Аглидер. И тестировали систему Джон Дир. То есть это 3 основных... На разных комбайнах разных стоит оборудование. Они нуждаются в калибровке, естественно. Этим тоже занимаются наши специалисты. В целом, на Джон Дирах стоит свое оборудование. На кейсах Тримбл. У нас разные комбайны. Сила того, что так сложилось исторически. И на тормах у нас стоит тоже Тримбл. Преимущественно платформа Тримбл. Теперь стоимость перехода со сплошного внесения на дифференцированное. Я уже говорил, что это не дешево. Все пассивные комплексы, которые мы купили за последние 3 года, у нас оборудованы вот этой системой дифференцированного внесения и удобрений, и семян. насколько они дороже, но, наверное, я скажу, что не ошибусь, что, наверное, процентов на 30 они дороже, чем комплексы без такой опции. Примерно так, наверное, да? Ну да. Если говорить о разбрасывателях, то здесь похожая ситуация. Чем мы работаем? Мы работаем с Алки, мы работаем Амазонами. Они, на наш взгляд, наиболее готовы к этой технологии. Но можно сказать, что они тоже имеют другую стоимость. Но тоже, наверное, процентов на 30 они дороже, чем аналогичное оборудование без этой функции. Умная техника более дороже. Да. Мы еще к ним оходы тестируем. Да, сейчас мы пневмоходы один купили вот такой туман. И наши условия, чтобы там это оборудование стояло обязательно. То есть без этого мы не работаем. Сейчас у нас такая технология применяется в Зерноградском районе и в Ставропольском крае. Как в наиболее продуктивных зонах. В прошлом году мы заказали зонирование еще и в Морозовском районе одного хозяйства и восемь с половиной тысячи озимой пшеницы. Мы уже посеяли по этой технологии и в той зоне. Там окупаемость может быть будет... Ну, мы пока подозреваем, что она будет там чуть дольше, потому что там более низкая урожайность. Хотя Алексей Владимирович нам обещает, что ситуация будет обратная. Но посмотрим. Пока мы только провели сервис, весной начинаем уже дифференцированное внесение азотных удобрений результатами будем обладать после уборки. Что касается опрыскивателей, здесь были варианты покупки продвинутых амазонов, у которых стоит вот это оборудование, там четыре форсунки, да, они попеременно работают разное количество и меняют норму. но мы в итоге отказались, эти опрыскиватели стоили около 450 тысяч долларов, по-моему, но нас даже не это смутило, а то, смутило то, что у них узкая колея, у нас много неровных полей, работаем мы на высокой скорости и вот этот момент нас оттолкнул. У нас в основном сейчас работают кейс Патриот и для того, чтобы было возможно дифференцирование касса, мы азотное удобрение вносим два вида, это селитра по умёрзлоталой почве и потом уже кормим кассом. И вот для внесения касса мы применяем вот эти силки и на них мы купили специальные форсунки, так? Да, с более высоким диапазоном. Они позволяют тоже дифференцировать не только давлением, но и они имеют возможность немножко менять диаметр отверстия, да? Но тем не менее эта техника нас не полностью устраивает, потому что диапазон всё-таки остаётся небольшим, плюс-минус 10 процентов. Нам бы хотелось больше дифференциации, мы бы хотели больше сокращать в красной зоне и наоборот перекидывать, увеличивать на зелёную зону. На опрыскивателях на данный момент цена не очень дорогая, но и эффективность мы бы хотели большего. Были есть куда стремиться. Были случаи, чтобы в красной зоне отказались от несения одобрений вообще, при этом в зелёной зоне увеличили. Я немножко говорил об этом, в красной зоне, в зависимости от причины красной зоны, почему она красная, и есть ли смысл там вообще вносить. Есть такие зоны, но это надо анализировать, глубже вникать, почему такое получилось. Да, почему так получилось, и понимать, что мы ничего здесь не добавим, если мы ничего не получим от дополнительного внесения, ну или просто внесения, то не стоит этого делать. Эти опыты мы сейчас активно проводим для того, чтобы лучше понимать, как работать конкретно в каждом поле с каждой зоной. Я немножко говорил, не забыл сказать о том, что есть разные подходы. Один подход работы с зонами это то, что зоны надо выравнивать дополнительным внесением в красных зонах, добиваться, чтобы они становились зелеными. Был такой подход и где-то это имеет место быть, но в нашем случае мы пришли к поводу, что это неправильно. Почему? Потому что красные зоны от того, что, во-первых, показательно, что в красных зонах зачастую у нас содержится там 30-35 грамм на килограмм фосфора и при этом мы там не получаем урожайности. То есть это зона красная. Дополнительное внесение все равно ничего не дает. Если ничего не вносить, тоже не видим никаких минусов. В нашей зоне лимитирующий фактор это влага и ее перераспределение по полю. Оно происходит, мы же все работаем на запасах осенне-зимне-весенних запасах влаги, поэтому это для нас очень важно. Но эта влага перемещается по полю, это, наверное, чуть дальше ремень. Перемещается по полю и на это влияет, естественно, самое главное это рельеф. С этим мы бороться не можем. Были даже подходы в Ростовской области, обсуждались, обсуждался проект о том, чтобы выровнять поле, убрать на возвышенностях часть почвы и перевести на низины, чтобы оно было абсолютно ровное и исключить вот этот фактор. Но, во-первых, у нас такие перепады, что это сделать просто невозможно. Пахотный гумусный слой у нас чернозем максимум полтора метра в самых лучших зонах, а зачастую там 50-70 и меньше и как этот слой переместить, чтобы получить ровный рельеф и при этом не потерять плодородий. Были и такие проекты. Но мы видим, что надо работать с зонами, не надо вкладывать деньги туда, где мы ничего дополнительного не получим и извлекать максимум там, где потенциал полностью не используется. А как долго вы уже работаете? Что? Как долго вы работаете? Тут был слайд, мы начали в 2017 году, массово мы применяем с 2017 года, мы переходим, сейчас у нас 120 тысяч башней, из них Зерноград, Ставрополь, у нас полностью работаем по этой технологии уже 2 года и 3 года. Конечно, постепенно увеличивали, сначала у нас было 5000, потом мы 15 пошли полностью по всем хозяйствам. Сейчас мы эту технологию продвигаем на восточное наше хозяйство, вот одно хозяйство мы уже подготовили, то есть зоны определены, и я думаю, что через год-два вся башня наша будет отзонирована, и мы будем работать по этой технологии. Мы готовимся к этому, учимся оборудовать имеющиеся у нас пассивные комплексы дополнительными опциями, которые нам позволят вносить дробно удобрения семена. Мы идем в этом направлении очень активно. Еще такой вопрос. На первый этап внедрения самого подхода, с чем основные трудности у вас были? То есть с техникой, с обследованием, что вы говорите с этого случая? Основная трудность, наверное, была в подборе партнера, который бы правильно с нашей точки зрения определился, подобрал технологию. Это самое важное. Дальше это техника, оборудование техники, это надо решиться на такие затраты, они, поверьте, не маленькие. И если у нас есть понимание, что это дает нам, что это окупается, дает дополнительную прибыль, в чем мы сегодня совершенно уверены, то ничего не останавливает. Давайте вам микрофон передам. еще такой вопрос хотел спросить по поводу культуры. То есть мы говорили про пшеницу, что есть экономический эффект на пшеницу, на остальных культурах вы такой же эффект замечали? Да, у нас главные культуры в Ростовской области это пшеница и подсолнечник. Для всех без исключения, я думаю. И мы на подсолнечнике это тоже проверяли. и примерно такая же эффективность на подсолнечнике в деньгах получается. Мы видим там дополнительный урожай, соответственно дополнительную прибыль. На таких культурах, которые бобовые это для нас прежде всего предшественник. Последние годы они нам дают хороший доход, но три года назад, когда мы горох продавали по 8-10 рублей, это был прежде всего предшественник. Я думаю ответил на ваш вопрос. Тут еще вопрос, как вы считаете границы зон всегда стабильны? Я этого вопроса немножко касался, освещал немного, но наша точка зрения, что в целом вот эти зоны, они абсолютно стабильны. Могут быть небольшие передвижения на границе зон в зависимости от увлажненности года. Если год будет, ну я так думаю, если год с обилием влаги, то границы могут чуть-чуть перемещаться зеленой зоной в сторону желтой, это зона среднего плодородия, и наоборот, если год более жесткий, то эти границы могут чуть-чуть сокращаться. Это нормальное явление, это надо понимать и к этому надо быть готовым. И основной инструмент все-таки, который позволяет нам делать правильные выводы, это кортирование урожайности. Мы понимаем, что то, что мы получили сегодня, вот эти зоны, это не навсегда. Мы сейчас думаем, как работать с желтой зоной, мы сегодня с Алексеем это обсуждали, видим, что здесь есть потенциал, и надо уточнять наши подходы, закладывать опыты, анализировать и двигаться дальше. Поверьте, вот эта технология, она находится в самом начале своего развития, подходы опять же будут очень разные, но мы считаем, что то, что мы делаем, это один из наиболее верных путей. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова